Что означает мониторные наушники? Под словом мониторинг в случае наушников подразумевается контроль. Контроль звука при записи, обработке и сведении. Будь ты звукорежиссер, музыкант, радиоведущий или диджей. Короче говоря, это наушники для работы со звуком. Я с удовольствием использовал аудиотехника ATH-M60X не по назначению. Просто слушал в них музыку дома, на улице и в метро. Не смотря на свою профессиональность, вполне могут быть бытовыми и портативными. В M60X японские инженеры используют те самые 45-мм динамические излучатели, что были в M50X. А все потому, что те себя хорошо зарекомендовали среди профессионалов и меломанов. Очень приятный момент. Цена новой модели осталась на уровне предыдущей. В коробке найдете сразу три съемных кабеля на все случаи жизни. Прямые 1,2 и 3-х метровый и для профессионального использования витой 1,2 метра. Каждый шнур с джеком 3,5 мм. Большой переходник 6,3 мм прилагается. Там же найдете виниловый чехол для транспортировки. Очень полезная вещь для перевозки наушников во время гастролей или просто, когда решили взять их с собой в отпуск. Наушники показали хорошо проработанный бас. Их средний диапазон очень хорошо сбалансирован. Может показаться немного тонким на вокале и ведущих инструментах. Высокие частоты также довольно проработаны. В целом, они представляют собой отличную по звучанию универсальную пару наушников с чистым тонким звуком, подходящих для самых разных жанров. Если в них просто слушать музыку. На то они и мониторные наушники. Импеданс M60X в 38 Ом позволяет слушать экспортативными хай-фай плеерами. Я слушал с FIO M3K. Он с наушниками вполне совместим. В связке они хорошо работают независимо от стиля музыки. M60X отлично передает музыкальность и динамику треков. 45-мм излучатели уже зарекомендовали себя в некоторых прошлых моделях. Здесь они заметно настроены в лучшую сторону. На бытовом уровне в них легко уловите все моменты и нюансы в песнях, над которыми работали музыканты и звукорежиссер в студии. Пользователи M50X сталкивались с поломками в местах спайки деталей пластика, как правило в районе поворотного механизма. Инженеры взяли замечание на карандаш. Теперь корпус совсем не похож на прошлые модели. Конструкция получила ряд изменений. Модель теперь не складная. Чашки вращаются, но даже не на 90 градусов и не выворачиваются в горизонтальной плоскости. Наушники регулируются по высоте. Очередное подтверждение надежности. Несущие дуги теперь стали стальными. Мягкое оголовье и амбушюры с эффектом памяти формы уха прямо намекают на комфорт при долгом прослушивании. В них реально можно несколько часов напролет работать в студии, отыграть диджейский сет в клубе, также вести прямые эфиры на радио или просто, как я, слушать музыку дома и в дороге. Амбушюры съемные. Это на экстренный случай, вдруг их погрызет кошка, собака или мыши, например. Их долговечность зависит от условий использования и воздействия окружающей среды. Если вы привыкаете к одним наушникам, то через столько-то лет будет возможность амбушюры сменить. Стоит не забывать, что во всей цепочке, прежде чем музыка попадает в уши, важен каждый момент. Это источник, то есть железо, на котором воспроизводится музыка, качество файлов музыки и, конечно же, наушники. Перед покупкой наушники лучше слушать. Сделать это можно в аудио-салонах SoundMag в Киеве и Днепре. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии и слушайте правильную музыку.